Шах и мат! На корейской Киа задумалась о сворачивании бизнеса в России. Mercedes-Benz продаст свои доли в российских дочерних организациях компаний. Ford ушел. Это беда или ничего страшного? Мол, мы прорвемся. Увы, это очень печально, потому что мы все-таки пытались быть цивилизованными. Нам очень хотелось ездить на иномарках, и эта мечта заканчивается. Тем самым мы обречены на вечное применение родных жукулей по прямому назначению. То есть у нас в объятиях УАЗ, Лада и для особо извращенных КАМАЗ. Других вариантов у нас не остается. Причем у нас постепенно вымывается не только вот этого первичного ряда красивая череда брендов, когда был Мерседес, не стало Мерседеса, был БМВ, не стало БМВ. Но у нас заканчиваются еще и комплектующие, и запчасти. И поэтому мы не только Мерседеса лишились, мы еще переходим на Егорьевские тормозные колодки и Балаковские резинотехнические изделия в виде ремня ГРМ, что, в принципе, на уровне технологий 60-х годов невыносимо в современной жизни абсолютно. Эксперты говорят, что за последние месяцы китайцы совершили рывок и заняли почти 30% рынка. Что тут хорошо, а что плохо? Для нас с вами это минусы, потому что мы переходим на товар второй свежести. Вместе с осетриной Булгаков нас к этому пытался приучить, мы не хотели. Теперь, наконец-то, начали пробовать это на вкус. Китайцы не умеют делать автомобили, не считают нужным этого делать. Китайцы делают макеты автомобилей в натуральную величину. Хотя за последнее время они стали красивыми макетами, раньше они были невыносимыми. С точки зрения того, насколько это автомобиль, нет, это не автомобиль. Это разрозненная комбинация разных агрегатов и узлов в упаковке, нарисованной дизайнерами. В этом смысле мы, ну, во-первых, переходим на второй сорт, во-вторых, мы переходим на сильно небезопасные автомобили. Правда, в нашей стране суицидальных людей, которые спокойно реагируют на повестку из военкомата, это уже, что называется, проблема 125-го порядка. Сергей, скажите, пьют ли сегодня шампанское на автовазе в городе Тольятти за упокой ушедших западных, японских и корейских компаний. В одном из последних интервью вы сказали, что за последние несколько недель автоваз захватил около 40% рынка продаж в России. На автовазе точно такая же паника, потому что у них абсолютно нет комплектующих. Автоваз – это структура некомпетентная. Она находится на гособеспечении, то есть на прямых инвестициях государства. Мы всей страной обязаны поддерживать еще и автоваз, а не только спецоперацию. Это единственное, на что они могут уповать и рассчитывать, но у них нет доступа абсолютно ни к чему, ни к коробкам передач, ни к цилиндропоршневым группам, ни к ремням ГРМ. Они вынуждены все это доставать где-то внутри страны, и автоваз некоторое время тому назад разослал дилерам предупреждение, что, к сожалению, ремней фирмы «Континенталь», ремней ГРМ больше не будет. Переходим на Балакова. Если ремень ГРМ работал 90 тысяч, то Балаковский не больше 45. В это время, например, автомобили фирмы «Вольго» переходят на ремни ГРМ со сроком службы в 240 тысяч километров, а автоваз падает до 45 тысяч километров. И это говорит о том, что в целом машина превращается в конструктор «сделай сам», каковой и была при советской власти, когда половина запчастей была нашаманина где-то там по помойкам. И автоваз прекрасно понимает, что вот с этим на конвейере он не удержится, хотя Мишусин разрешил переходить на «Евро-0», то есть на технологии 1966 года, но в совокупности вот эти автомобили, часть из них, например, не рассчитана на карбюратор, а придется его как-то туда инсталлировать. То есть машины сконструированы были в расчете на светлое будущее, а пришло довольно мрачное прошлое. И автоваз выпускает сейчас автомобили, к которым, мягко говоря, не готов даже патриотичный клиент. Нужно как-то уговаривать и принуждать. Хорошо, что есть госзаказ, выкупает эти изделия, но для того, чтобы люди всерьез стали мечтать о «Жигулях», нужно, конечно, еще поголодать. И к этому моменту завод все равно не сможет предложить ни приличных комплектующих, ни замаха на какой-то уровень комфорта. И машины будут становиться все хуже и примитивнее, собранных из все более неприглядных комплектующих. И со временем они превратятся в изделия, где будет описана дата выпуска – год 2025, а суть будет 1966. Если бы мы хотели ударить, никакое их ПВО бы не помогло. Мы бы для этого использовали гиперзвук. Высшие государственные американские чиновники в разговорах с своими российскими коллегами ему объяснили, что в случае, если он использует ядерное оружие на территории Украины, то получит, ну, как один из них сказал, «катастрофика», другой «haric of consequences». А конкретно они после обсуждения серьезного очень этого вопроса решили, что ответом будет… Американцы ни в коем случае не будут отвечать ему таким же преступлением, используя ядерное оружие. Но они найдут способ гораздо более жестоко наказать его и Россию, используя всю свою кондициональную мощь. Будет нанесен удар по российской группировке на территории Украины. Ну, как уже многократно объясняли уже после отставные дипломаты и генералы, которые было позволено говорить больше и конкретнее, в течение получаса будет уничтожен российский Черноморский флот со всеми береговыми сооружениями, ну, а там далее по обстановке. Ну и самое главное, ему не бессмысленно дать понять, что он лично будет убит, потому что, используя ядерное оружие против Украины, он перейдет из ранга, ну, пусть очень неприятного, очень неудобного, отвратительного, но все-таки руководительного государства в ранг мирового террориста номер один. И вы знаете, он этот язык понимает. Он вообще понимает язык силы. Ну, немножко отвлекусь, но не могу сказать. Ну, с ним вообще все, что угодно делает Эрдоган. Эрдоган – это первый мировой политик, который научился разговаривать с Путиным. Он просто ставит себя с ним альфа-самцом. Ну, вот самый свежий пример. Путин было вякнул, что он выходит из зерновой сделки, но Эрдоган не обратил просто на это внимание. Зерновая сделка продолжается, и Путин уже отыграл, что он не выходит, а временно прекращает. Ну, вот, наконец, и руководители Запада дозрели до уровня Эрдогана в разговоре с Путиным, и это измело эффект. Как вы, весь прошедший месяц, весь октябрь, все из всех российских чайников, из высших руководителей, из всех пропагандистских шоу, несся один и тот же нарратив. Да, ни в коем случае мы никогда и не предполагали, ядерная война невозможна, мне не может быть победителем. Ну, казалось бы, этот вопрос благополучно решен, и слава Богу, но после этих отрицаний они все произносили запятую и продолжали этот текст таким образом. А нам и не нужно ядерное оружие, чтобы уничтожить всю инфраструктуру Украины и превратить ее в 18 век. И вот начали с 10-го вот эти атаки. Каков результат, вы спрашиваете? Ну, на фронте продолжается наступление украинской армии, перерезана дорога между Кремльной и Святовым, идет наступление под Херсоном. Конечно, нанесен громадный ущерб украинской инфраструктуре. Кстати, вот очень показательно, они уже не следят за собой. Не то, что российские пропагандисты, но, к сожалению, это же можно сказать обо всем российском обществе. Ведь на всех российских каналах, где в 24 часа говорят о Украине, основной текст такой подбраборную музыку. Вот мы лишили там 80% киевлян воды. Мы, значит, уничтожили 30% электротрансформаторов и так далее. Ну, что это вызвало? Да, для чего она все это добивается? Параллельно вот с этими военными преступлениями, такого невиданного уже прежде масштаба, он по всем каналам отчаянно добивается прекращения огня и перемирия, использования всевозможных посредников. Вот того же Эрдогана, которому он за это заплатил громадную цену, он дал ему свобода рук в Карабахе, в Ливии, в Сирии и так далее. Ну, в субботу уже Песков дошел до совершенно позорного, умоляющего тона. Он говорит, ну, американцы должны прислушаться к нашему забоченности. Пусть они не совсем, не во все, я его цитирую дословно, пусть они не во всем с нами согласны, но надо поговорить, давайте начнем говорить и так далее. Вот его расчет был, что украинский народ в ужасе под этими атаками потребует у своего руководства, давайте все-таки прекратим огонь, над чем-то договоримся с русскими, начнем переговоры. Но эффект абсолютно обратный. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon або других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...